Десна ТВ Очередная сессия Десногорского городского совета Об эпидемиологической ситуации в Десногорске сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБ России Владимир Кротов. Уважаемые жители города Десногорска, по состоянию на 25 июня 2020 года, под данным областного оперативного штаба, в городе Десногорске зарегистрировано 136 случаев новой коронавирусной инфекции. С осторожным оптимизмом могу сказать, что последние две недели наметилась тенденция к стабилизации заболеваемости и отмечается даже некоторое снижение, как в Смоленской области, так и по городу Десногорску. Можно сказать, что в городе Десногорске мы вплотную подошли к первому этапу снятия ограничительных мероприятий. Вы знаете, что Роспотребнадзором определены три объективных показателя, в соответствии с которыми регион или территория переходит с одного этапа на другой. Первый этап подразумевает распространение инфекции. Коэффициент должен быть меньше единицы. У нас он на сегодняшний день 0,79. Очень хороший показатель у нас по тестированию. В городе протестировано уже более 4380 человек. Из них работников Смоленской атомной станции почти 2700. И коэффициент у нас при норме 70-136. К сожалению, коечный фонд пока не очень активно освобождается. При наличии 40 коек инфекционных на сегодняшний день лежит 37 человек. При условии, что мы каждую неделю отправляем больных в клиники Москвы. Но, тем не менее, территория приблизилась к первому этапу снятия ограничительных мероприятий. И вот в комментарии к этому сегодня издано постановление главного санитарного врача номер 2777 о возобновлении работы предприятий торговли, осуществляющих продажу непродовольственных товаров на территории города Десногорска. То есть, с завтрашнего дня эти предприятия могут официально приступить к работе. Но, тем не менее, несмотря на положительную тенденцию к улучшению, ограничительные мероприятия по-прежнему остаются в силе. По-прежнему призываю вас соблюдать все меры, о которых мы с вами говорим почти ежедневно. Маски, социальная дистанция, соблюдать все необходимые рекомендации медиков. Благодарю за внимание. Будьте здоровы. Пятницу 19 июня прошла очередная 13-я сессия Десногорского городского совета. Депутаты приняли решение по ранее сделанным рекомендациям депутатских комиссий. Так, отчет главы Десногорска об итогах своей деятельности за прошлый год состоится на сессии депутатов 9 июля. А публичные слушания об исполнении бюджета Десногорска за 2019 год пройдут 3 июля в 16.00 в здании администрации в кабинете 325. На сессии депутатной комиссии обсуждался дата и приема предложений граждан в письменном виде и на электронную почту. Обращения граждан по вопросу исполнения бюджета в письменном виде принимаются в 301 кабинете здания администрации 26, 29, 30 июня, а также 1 и 2 июля. Обращения можно отправить и по электронной почте, адрес которой вы видите на экране. Кроме этого, депутатами были приняты ряд других решений, в том числе передачи медицинских комбинезонов медико-санитарной части города, купленных за счет средств областного бюджета. Также было принято решение о предоставлении помещения Десногорскому хуторскому казачьему обществу «Хутор Десногорский». Помещение предоставлено на безвозмездной основе. В конце выпуска о погоде. 26 июня в Десногорске солнечно и ясно. Температура днем плюс 26, ночью плюс 18. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok